В Крыму много известных туристических маршрутов и мест, известных практически всем. Но посещение загадочных, необычных и малоизвестных достопримечательностей гораздо интереснее. Для такого путешествия отлично подойдет заброшенная атомная электростанция и мы с Меганом. Крымская АЭС ее посещение полностью безопасно для здоровья, поскольку она так и не была запущена. Строительство остановили до загрузки топлива. Она располагается недалеко от Керчи, возле города Щелкино. Объект, готовый почти на 90%, сдать не успели из-за аварии в Чернобыле. Все, что могло принести пользу в хозяйстве, унесли местные жители и государственные организации. Но объект-призрак до сих пор смотрит серыми стенами среди выжженной степи. С АЭС связано много мистических историй. Например, каждые полгода местные директоры по неизвестным причинам попадали в психиатрическую клинику. В 90-е годы, Республикой Казантип, проводились вечеринки внутри реактора, а экстрим-клубы организовывали здесь прыжки с парашютом с небольшой высоты. Чтобы добраться до АЭС, нужно добраться до Щелкино, а затем по бетонной дороге дойти до станции. Оттуда надо поехать в сторону Октажского водохранилища. С собой нужно взять фонарь, внутри темно. Мыс Меганом для любителей эзотерики и мистики отлично подойдет путь Одиссея в подземное царство Аэда. Древние легенды гласят, что именно у мыса Меганом древнегреческий герой встретился с циклопом и нашел тропу в загробный мир. У мыса есть одна интересная аномалия. Если подняться над ним, то можно увидеть огромные кольца, внутрь которых можно попасть, только если они светятся. Если же кольца начинают тускнеть, то внутрь попасть никому не удается. Адепты различных эзотерических учений утверждают, что на мысе преобладает светлая энергия. При определенном настроении и медитации можно перейти границы прошлого или будущего. Самые известные призраки Меганома – это мальчик и ягненок. Мальчик заманивает туристов в черные воды, откуда нет спасения. А вот по утверждениям мистиков, если изловить ягненка и принести его в жертву, а потом медитировать, сидя на его шкуре, то на человека снизойдет небесная благодать и просветление. Долгое время территория мыса была закрыта для посещения из-за секретной военной базы. Но сейчас заброшена и полуразрушена. Назначение ее скрыто грифом «секретно» и по настоящее время, поэтому среди жителей окрестных деревень можно услышать много слухов о ней. Даже местные уфологи утверждают, что деятельность военных разозлила внеземные цивилизации, поскольку был сбит НЛО. Для любителей дайвинга мыс приготовил кладбище якорей. Такого разнообразия нет ни в одном музее мира. Рядом находится восьмыми метровая, лифтовая шахта. Вход в нее расположен на глубине 7 метров, из нее есть три выхода, сквозь которые дайверы могут ее покинуть. Добраться до мыса Меганом можно пешком или на машины. Он находится в 9 километрах от Судака по грунтовой дороге. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.